Время вечера Великой Отечественной войны Севастополь был разрушен практически полностью. Освобожденный город лежал в руинах. В центральной части уцелело всего семь зданий, и те были безжалостно иссечены осколками и пулями. Решением Совета министров СССР Севастополь был включен в список 10 городов страны, подлежащих первоочередному восстановлению. Сюда ехали труженики со всего Советского Союза. Им предстояло освободить город-герой от руин. В 1949 году начался второй этап восстановления города Севастополя. В наш город прибывают молодые строители. Так, со студенческой скамьи Московского архитектурного университета в город прибывает Адольф Шефер. Адольф Львович Шефер родился в Одессе в 1924 году. После войны, окончив Институт архитектуры в Москве, молодой и талантливый человек приехал в Севастополь. С тех пор неустанно трудится на благо города. Среди значимых для Севастополя проектов Адольфа Львовича – реставрация Дворца детского и юношеского творчества, Севастопольская триумфальная арка. На счету архитектора памятник героям-подводникам, стелла-штык и парус, реставрация памятника затопленным кораблям после войны и еще много значимых объектов города-героя. Мне посчастливилось встретиться с этим замечательным архитектором-легендой. Ведь он в нашем городе проработал и продолжает работать уже почти 70 лет. Это удивительный человек. Несмотря на то, что ему скоро исполнится уже 95 лет, но он полон энергии, чувства юмора и какого-то небывалого оптимизма, именно оптимиста-севастопольца. Придя к нему домой, он мне рассказал очень много интересного. Вообще его квартира представляет какой-то мини-музей его проектов, архитектурных проектов. Но то, что касается восстановительного периода, который мы сейчас рассматриваем, это 50-е и 60-е годы. Он закончил Московскую академию архитектуры, очень стремился туда, мечтал просто об этом в УЗИ. Ему удалось туда поступить с первого раза. Он успешно его закончил. И среди молодых специалистов-архитекторов был направлен в 1950 году в Севастополь. Но по фотографиям, которые он мне показывал, наш город лежал еще в руинах. Поэтому то, что предстояло молодым архитектором, можно сказать, тоже был трудовым подвигом. Это были и неудобства бытовые, о которых он рассказывал. Но они все это преодолели в силу своего молодого возраста и какого-то небывалого оптимизма. Адольф Львович всегда достойно носит звание архитектора, старшего строителя, плотника. В этом его призвание и вдохновение. В этом его сила и любовь к жизни. В этом его душевная молодость и творческое долголетие. Как он мне рассказал, что первый проект, который ему индивидуально поручили, это был жилой дом, построен в стиле классицизма по адресу Большая Маяковского, 3. И за этот дом, как он вспоминал, ему до сих пор не стыдно. Уже в начале 60-х годов у него появились удивительнейшие проекты, которые имели большое значение и имеют сейчас для нашего города. Он восстанавливал будущий дворец пионеров. Это тоже была интереснейшая история по восстановлению этого дворца. Также строил гидрофизический институт на мысе «Хрустальные». И гордится он очень проектом центрального рынка «Пассаж». Все мы там бываем, все мы все знали. И хочу обратиться к севастопольцам, которые придут на центральный рынок, чтобы другими глазами посмотрели на это удивительнейшее архитектурное сооружение. Еще он очень гордится тем, что он принимал участие в восстановлении памятника затопленным кораблям. И большое ему спасибо за то, что он вернул первозданный вид этого памятника. Вот этим он именно и гордится. Ну, Адольф Львович, конечно, поразил меня своей трудоспособностью. У него более тысячи проектов. Причем как писатель-классик, который всегда что-то лежит в портфеле, в столе, неопубликованные произведения, так и у него. Он показал мне те проекты, которые не реализованы, их просто масса. Ну, допустим, вот то, что меня заинтересовало, это проект пристройки, допустим, нашей библиотеки. Интереснейший проект. Сам Адольф Шефер о себе говорит, бывало всякое, и дифирамбы, и обиды. Каждый творческий человек очень ироним и чуток к чужому мнению, к любому практическому слову или несправедливости. Теми проектами, которые он особенно гордится уже в более поздний период, это дом Москвы, всем известный на площади Нахимова, где не отличишь вообще эпохи. Он как-то соединил все это эпоху XIX века и нынешнее время. Триумфальная арка на въезде в город – это его идея, он боролся за этот проект. И еще, знаете, он такой человек, который добивается своих целей. Вот то, что бы он ни придумал, всегда у него все проекты гладко не проходили. Ему всегда приходилось включать свой бойцовский характер, доказывать. И большинство проектов были утверждены именно в том виде, который и запланировал сам архитектор. Вот за это ему большое спасибо. И надо сказать, что до сих пор он еще в строю. Он принимает участие в президиуме городостроительной организации нашего города. К нему обращаются за советами постоянно. И он никому никогда еще не отказал. Он всегда защищает нашу архитектуру, нашу красоту белокаменного города. Владимир Шавшин об архитекторе Шефере пишет. Прожил четыре архитектурные эпохи Севастополя. Он активный участник возрождения города Изруин в 1950-1956 годах. Много проектировал в период строительного бума в 1956-1990 годах. Он не опускал рук и в период упадка и нынешнего воскрешения архитектурного дела в Севастополе. Много проектировал в Севастополе.